Всем привет и добро пожаловать на обзор нового патча 2.08. Из главного, конечно же, новая карта Бриз, но доступна она будет не во всех режимах. Доработки системы HRTF, а также новый функционал для тренеров. Приятного просмотра. Начнем, конечно же, с карты Бриз. Думаю, большинство из вас уже успели ее увидеть, кто-то даже посмотрел геймплей. Но вкратце я опишу основные моменты. Карта получилась очень крупная, с просторными проходами и идеально подходящая для дальних перестрелок. Игрокам с фантомом на этой карте реально делать будет нечего, так что уже можете начинать переучиваться играть на вандале. Также карта идеально подходит для любителя оператора, но вайпер раскроется на этой карте в полной мере. Мне карта очень сильно понравилась и я очень хочу поиграть на ней в рейтинговой игре. Но, к счастью, сделать этого в первые две недели не получится, поскольку, как и всегда, первые две недели карта будет доступна лишь в безранговом режиме, чтобы разработчики успели найти все баги и недоработки этой карты, ведь никому не хочется терять свой эл из-за того, что кто-то просто будет заниматься багаюзом. И что еще очень приятно, на этот двухнедельный срок добавят отдельный поиск, чисто под карту Бриз. После истечения этого времени, все будет, как и прежде, обычный поиск и шести карт. Но знаете, мне кажется, разработчики понаблюдают за эти две недели за частотой поиска именно Бриза, а в дальнейшем, возможно, добавят поиск отдельно для каждой карты. Вот это уже будет очень круто. Конечно же, Бриц сразу будет доступен в режимах бой-насмерть, эскалация, быстрая установка спайка и в своей игре, разумеется. Кстати, пользуясь случаем, хочу напомнить про свой твич-канал, на котором уже завтра я подведу итоги розыгрыша трех боевых пропусков, так что переходите и подписывайтесь, чтобы не пропустить. Далее переходим к новой настройке, которая в режиме турниров подразумевает слот для тренеров. И это будет очень кстати для всяких профессиональных игроков и в целом для всяких команд. В режиме своей игры можно включить место для тренеров. Пока что его функционал невелик, но со временем будет все больше и больше расширяться. На данный момент тренер может непосредственно во время игры наблюдать за своей командой и только за ней. Тренеры не могут ставить метки на карте, а также общаться в чате команды во время игры. Но тренер может приостановить матч, если эта функция изначально была включена. В целом уже неплохо, для про-команд реально будет очень полезно. Но я по большей части все-таки жду появления возможности пересматривать прошедший матч, скачав демку. Как это можно сделать в CSGO? Со временем точно должны добавить. Небольшое приятное улучшение в новую систему звука. Там теперь будет слышно, где именно сбросили оружие. Хотя в целом система пока что работает как-то очень странно. Как будто звуки стали сильно приглушаться и бывает просто не получается услышать соперника, пока он не подойдет тебе уже, можно сказать, вплотную. Но посмотрим, что сделают в этом патче. Еще одна приятная новость, теперь если вы кидали на кого-то репорт и этот человек получил наказание, вам будет приходить соответствующее уведомление. А это уже реально круто, видеть, что ты кидаешь репорты не просто в пустоту и что руинеры и токсики получат наказание. Это стимулирует кидать больше таких репортов, конечно, когда это надо, а как следствие, и очищать игру. Правда работает это все до сих пор через одно место, ну да ладно. Ну и еще, кстати, за первое нарушение правил сообщества игроки будут получать предупреждение с напоминанием об этих правилах. Помимо всего этого, исправили множество ошибок с агентами. Исправлена ошибка, из-за которой значки неактивных турелей и тревога бота Killjoy исчезали с миникарты. Исправлена ошибка, из-за которой дымовые завесы Astra и Brimstone блокировали вспышки, то есть флешки, даже если игрок не полностью зашел в дым. Исправлена ошибка, из-за которой токсичная стена Viper была длиннее, если проходила через телепорт на карте Bind. Исправлена ошибка, из-за которой подобрать ядовитое облако в Апер можно было только с дистанцией в 200 метров, а не 400. И улучшены визуальные эффекты способности Astra при низких настройках качества графики. И конечно же, новый боевой пропуск, а также новый набор скинов будут доступны для покупки уже завтра. Ну и патч выйдет в 6 утра в среду по МСК. В целом, патч не привнес каких-то серьезных изменений, но те, что есть, реально полезные и приятные. Да и новая карта, одной этой новости уже будет более чем достаточно. Как вы догадались, в этом акте не будет нового агента, так что ждем уже июня. И там вместе с новым эпизодом будет что-то грандиозное. Ну а на этом видео подошло к концу, всем огромное спасибо, кто досмотрел до конца. С вами был, как всегда, Раундс, до новых встреч, пока.